Старый замок у Гродня у минулого года заработал около 1 миллиона рублей. Это больше за 30% бюджета, который выделяется на утромании исторического объекта. Как подкрытливают специалисты, такая сумма – один из лучших показчиков сирот музейных установ Украины. Сумму удалось заработать, благодаря великой популярности замка у Гроднца и гостей областного центра. Кроме того, он – обовязковая кропка туристических маршрутов замежников, основным из России, Польши и Литвы. Только за минулый год историческую жамчужину Гродно наведала свыше 160 тысяч гостей. Нужно сказать, что мы совершенно не рассчитывали на то, что людей будет так много. И не только мы, допустим, проектировщики, которые работали над проектом. У них же есть свои правила, ограничения, сколько людей может находиться в одном и том же месте. И, по правде говоря, мы сегодня значительно превосходим нашу расчетную мощность почти в пять раз. Нагадаем одновление одного из старых замков у Беларуси резиденции короля Стефана Батуры и Гродни вядется с 2017 года. Летость завершился первый этап. Другая черга реконструкции объекта, якая, включая сам королевский палац и флигель, где будет основная у выходной группы, попередней почнется в наступном году. В доказах этого повинен быть распространенный и затвержденный проект будущих празд. Работы по складанию документации потребуют высокой отказности, потому что рестаураторы и работники будут заняты на будинку, узведенным в 2016-м стагодии, который пережил несколько великих перебудов и множество дробных. Ведутся работы по проектированию второй очереди. За 2024 год наш институт Гродно-граждан-проект должен создать строительный проект второй очереди. Мы сейчас ведем непосредственную работу по проектированию экспозиции. Кроме того, проектируется вся строительная часть, то, что будет перестроено, прокладка новых коммуникаций. Это очень сложная работа, ведь они же будут в старых стенах, поэтому важно ничего не испортить, не нарушить. Так как в замке много наслоений, которые возникли после уже XVI века, нужно разобраться с каждым из тех ремонтов, которые происходили за эти долгие века, понять то, что из них имеет настоящую ценность, и то, что обязательно нужно сохранить, и то, что можно и убрать, потому что оно просто мешает. Поэтому работа ведется большая. Подходим к каждому проблемному вопросу весьма тщательно, рассматриваем его со всех сторон.